Добрый день! Я рада всем телезрителям телеканала «Союз». Вы смотрите программу «Таинство церкви» с протереем Владимиром Волгином, настоятелем храма Софии, премудрости Божьей средних садовников. Мы продолжаем говорить о божественной литургии и о ектиньях. Батюшка, здравствуйте! Здравствуйте, добрый день! Да, вот, Любовь Сергеевна, вот насколько такая тема, да? Очень интересная. Я даже вот удивлен тому, что так широко и так долго мы не будем говорить о божественной литургии. Уже больше года. Смотрите, да, мы говорим, говорим, и эта тема вот и для меня оказывается совершенно неисчерпаемой. Настолько глубокой, настолько пространной, и все те слова, которые мы с вами разбираем вот сейчас в Великую Ектинью, я погружаюсь в них своим умом, своим сердцем. И, конечно, все то, что уже было сказано о Великой Ектинье, о прошениях – это только начало, по большому счету. Но думаю, что формат нам не позволит еще более глубоко углубиться. И, наверное, достаточно того, о чем мы с вами говорим, и тех знаний, которые преподносятся миру, людям, желающим постичь смысл божественной литургии и смысл всех тех прошений, которые мы с вами сейчас разбираем. И, с вашего позволения, мы перейдем к следующему прошению. Да, перейдем к следующему прошению, Бетюшка. Вот масштабность, да, вот вселенскость. Мы только что помолились о граде, о всяком граде, о стране, о странах, о странах, и веруя живущих в них. То есть о странах, о всяком граде, стране, любой стране, и веруя живущих в них, да. Вот, и смотрите, и мы переходим к другому прошению, тоже очень важному прошению, которое является залогом благополучия, да, о благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временях мирных. Удивительно красиво, да? Красиво даже очень красиво. Да, и красиво, действительно. И смотрите, как это очень важно. Благорастворение воздухов. Что это значит? Это значит о хорошем, чистом, насыщенном разными благоуханиями воздухах. Вы знаете, вот когда я приезжаю из Москвы на дачу, это 160 гектар такого лесного массива, я чувствую, что значит... Прошу прощения, я хочу уточнить, что это не ваши 160 гектаров, это общий дачный поселок. Да, 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 это дачный поселок, но в лесном массиве находящийся. И я вздыхаю вот это благорастворение воздухов. Вот я обратил внимание, что как бы с неделю на неделю разные благоухания, насыщенность, какая прозрачность воздуха, его легкость восприятия. Я бы даже сказал, несущие в себе врачебную какую-то силу, исцеляющую силу для организма. Вот об этих благорастворениях воздухов молится церковь. Мы помним, допустим, два года назад были пожары, да? Ведь это же ужасные были пожары. Это то, что нарушало благорастворение воздухов. И я помню, мы какое-то время провели в одном пансионате. Я беру всегда с собой вентилятор, и вот уже дома я включаю этот вентилятор, смотрю, он какой-то невероятно серый, даже в черноту, так скажем, переходящий, вот эти лопасти. Я останавливаю, и жирные, совершенно жирные, вот такие как бы капли, частые капли на лопастях этого вентилятора. Торфяные болоты же тоже горели все, продукты горения. Вот каким воздухом мы дышали. А этот воздух был отравляющий. И совершенно очевидно, смертность тогда повысилась. Многие люди умирали от сердечных приступов, от легочных болезней. Вот я сам, имеющий слабые лёгкие, испытал на себе все последствия вот этого заразного, мертвящего, неживотворящего воздуха. Вот церковь молится. И слава Богу, уже второй год пока, слава тебе, Господи, у нас, во всяком случае, в Москве этими пожарами не пахнет. И, кстати говоря, конечно, это не тема нашей с вами беседы, но, тем не менее, в связи с чем эти пожары происходят? В связи с тем, что осушали болото. То есть человеческий ум, учёный ум, вторгся в законы природы. И природа отомстила и мстит нам за то, что совершили неправедный поступок. То, что было устроено Богом, то стало изменяться человеком. Это всё равно, что реки вспять, помните? Да, да, да. Программа, да. Направить в другую сторону, в противоположную сторону. Вот мы молимся о благорастворении воздухов, чтобы воздух был живителен и целителен. А изобилие плодов земных. Ну, почему мы молимся о изобилии плодов земных? Я думаю, что это вопрос очень лёгкий, и каждый человек ответит на это. Потому что наша жизнь зависит от изобилия этих плодов земных. Если земля рождает, то значит, мы не будем умирать от голодной смерти. Не будем испытывать голод. А изобилие плодов земных. А ведь плоды земные – это не только пшеница, не только ячмень, не только эти злаки, которые перерабатываются и употребляются нами в пище. Это и овощи, это и фрукты, это и ягоды. Это всё то, чем мы питаемся. Всё то, что может пойти на пользу нашего с вами организма, нуждающийся в разных витаминах, микроэлементах и многом другом, что насыщает нашу с вами плоть. Мечка, прошу прощения. Мне сейчас вот так красиво говорить, и мне вспоминается образ Пресвятой Богородицы, испарительницы хлебов. Очень красивый образ, когда Богородица молится над колосьями пшеницы, молится как раз вот об этом изобилии плодов, которые должны быть доступны человеку. То есть вот нам Господь даёт такие ещё, да, такое нам подспорье в наших молениях, и Пресвятая Богородица, к чему мы должны обращаться. Вот я тоже так немножко отвлеклась. Да, да, да. Навеяли ваши красивые рассуждения. Да, да. Вы знаете, ваше замечание очень интересно. Даже, ну, во-первых, вы сразу же устанавливаете этим замечанием вектор, что это всё зависит от Бога, изобилия плодов земных, и, в частности, по молитвам Пресвятой Богородицы даётся изобилие плодов земных. И вы знаете, вот в связи с будущей кончиной мира, когда явится Антихрист, когда будет голод, когда земля не будет ничего из себя родить, не будет изобилия плодов земных, а наоборот, будет голод повсеместный, вот Антихрист скажет, когда будет ставить число 666 на чело или на руку, благодаря которому можно будет покупать и продавать, и покупать в то же время хлеб, да, пищу для себя, вот, он окажется лжецом, несмотря на то, что это число будет поставлено, но купить-то будет нечего, плодов доземных не будет, потому что Антихрист не может дать такую животворящую силу, чтобы земля родила изобилие плодов земных, или даже не изобилие, а просто плоды земные. Вот в этом будет уловка, такая лживая, такой обман, всечеловеческий обман, что я вас накормлю, только поставьте вот это число и откажитесь от креста. Все в руках Божьих. И поэтому мы молимся о том, чтобы Господь послал нам земные плоды и послал бы времена мирные, о временях мирных, чтобы не было войн, чтобы не было землетрясений, цунами, разных катаклизмов, которые испытывают разные страны в разное время, чтобы времена были мирные. Конечно, прежде всего это связано с возможными воинами, которые там или в другом месте сейчас вспыхивают на земном шаре. Мы молимся о временях мирных. Они очень важны для благорастворения воздухов, для изобилия плодов земных, потому что, когда страна не воюет, тогда она занимается хлебопашеством, взращиванием и созиданием. Когда воюет, тогда вокруг все разрушается, и уже, может быть, часто не хватает сил на созидание внутри страны всего того, что было до войны. Поэтому мы молимся о временях мирных как фундамента благорастворения воздухов и изобилии плодов земных. Дальше церковь не забывают и плавающих, и путешествующих, и недугующих, и страждущих, и плененных. И главное, смотрите, мы, безусловно, страдаем, когда кто-то из близких наших находится в недуге, в болезни. Мы страдаем, когда люди страждут или когда люди находятся в пленении, в тюрьме, в заключении, да, пленение, плену. Плену. Вот. О плавающих и путешествующих, потому что мы знаем, что многие скорби могут подстерегать людей, путешествующих и плавающих. Буря морская или разные настроения, которые встречаются на пути человека, путешествующего и плавающего. Тем более сейчас есть самолеты, поезда, быстроходящие. Главное, главное, главное. Мы молимся и о спасении их. Что имеет в виду церковь? То есть всех... Физическое спасение. Да, конечно. Чтобы и физическая жизнь, чтобы наше благополучие было продлено на земле. Но главное о спасении. Вот спасение, когда мы говорим о спасении, то, безусловно, в первую очередь, церковь подразумевает спасение души. Не только земное благополучие церковь преследует и безопасность человеческой жизни, а главное – спасение души. Ведь смысл человеческой жизни... Я часто спрашиваю, а в чем смысл человеческой жизни заключается? Спрашиваю у людей умных, образованных, энциклопедически образованных. И вы знаете, вроде видимо, что многие не могут ответить на этот вопрос правильно, с точки зрения верующего человека. А ведь смысл человеческой жизни, христианской жизни заключается в том же, в чем заключается смысл крещения. Кто не крестится от воды и духа, тот не войдет в Царствие Небесное. Значит, смысл человеческой жизни заключается в стяжании этого Царствия Божьего, в спасении нашей души, в том, чтобы подготовить себя к экзамену на будущую жизнь, и чтобы этот экзамен сдать достойно. То есть спасти душу. Спасти от чего? От ада, о котором Господь Иисус Христос говорит. Верит в это люди или не верит, но сам Господь говорит, который сказал о себе, я есть путь и истина и жизнь. То есть в нем нет никакой неправды. Он говорит об аде, там будет плач и скрежет зубов. Поэтому любящее сердце, тем более сердце Церкви, молится о спасении каждого из этих людей, страждущих, плененных, путешествующих и плавающих. Церковь молится не только об этих людях, нами знакомыми, наших знакомых, наших родных, наших неродных, наших неблизких, просто христиан, безымянных для нас. Ведь здесь по именам никто не перечисляется. Это удивительно, да? В этом прошении. А молимся за всех, всех, кто находится в тех или иных обстоятельствах, путешествиях. И дальше Церковь благословляет помнить о себе. И мы молимся, а избавитесь все нам от всяких скорбей. Мы знаем, что жизнь человеческая преисполнена многими скорбями. К сожалению. Многими болезнями. Или к счастью. Многими настроениями. Но нужно переносить все с благодарностью. Всегда с благодарностью. Потому что промысел Божий благ. И Господь все делает необходимое для спасения души человека. Он каждого из нас ставит в такие условия, которые являются самыми выгодными для спасения нашей души. Апостол Павел говорит «благодарите Господа за все». Ибо в этом есть воля Божия. А что значит за все благодарить Бога? Не только за то, что мы сыты. За то, что у нас если Бог дает благополучные семьи, дружбы с нашими друзьями, близкими, хорошие интересные профессии. Не только за все те радости, которыми часто наполнены, а тем более жизнь христианина. Потому что у нас оптимистический взгляд на жизнь. И даже на настроение в этой жизни. Но мы должны благодарить Господа и за все те скорби, за все те болезни, через которые Господь нас посещает, смиряет, утончает наши души, располагает наши души к сочувствию к другим таким же людям, страждущим, скорбящим, болящим. Вот что значит избавиться нам от всяких скорбей. А дальше не только скорби, но и гнева. вот я к сожалению замечаю на себе это как исповедь. Когда я гневаюсь, я раздражаюсь и в какой-то момент вот это раздражение оно к сожалению я борюсь с этим конечно оно распространяется на всего человека. Не на его грех Господь говорит не гневайтесь напрасно. то есть свойство это гнева вложено в сердце каждого из нас. Но этот гнев должен направлен на страсть человеческую или на грех человеческий. И без гнева допустим по отношению к своим детям когда мы не гневаемся мы разве наказываем их? Разве мы можем их наказать? Конечно нет. А вот этот гнев он помогает нам исправить наших детей. Уж во всяком случае на уровне как бы своей семьи. Правда? Вот поэтому Господь говорит не гневайтесь напрасно. Часто наш гнев бывает напрасен. А тем более когда с гневом сопрягается не только грех который человек совершил по отношению ко мне или по отношению к делу которое он совершает и допустим он безалаберно и недобросовестно это дело совершает. Я уже как бы осуждаю всего человека. Я гневаюсь на всего человека. Мне не хочется видеть этого человека в это время. Митрополит Антонио Блум он говорил экзарх Западной Европы в свое время был покойный уже ныне великий богослов он говорил что ненависть начинается с безразличия с безразличия тогда когда не проявляется чувство раздражения чувство гнева а здесь когда я раздражаюсь значит это ненависть по отношению к человеку а когда я раздражаюсь напрасно гневаюсь напрасно когда я отождествляю человека с его страстью с его грехом Но она носит такой активный характер уже, сражающий человека, обижающий его, оскорбляющий этого человека. Поэтому мы молимся, чтобы Господь избавил нас от гнева. Батюшка, то есть можно разделить гнев праведный и неправедный. Мы же помним, как Господь изгнал торгующих из храма. Мы говорим о праведном гневе. Но я так думаю, что здесь не только этого касается, здесь больше даже касается другого – гнева Божьего. Ведь мы молимся, смотрите, а избавитесь нам от всяких скорбей, гнева. То есть даже не своего собственного гнева по отношению к другим людям, а гнева Божьего по отношению к нам. Потому что гнев Божий, он нелицеприятен. Он, несмотря на то, что направлен на исправление человека, но он жесток по сути своей. И мы молимся о том, чтобы вот этого гнева, Божественного Божьего гнева, не было бы на мне, на вас, на всех тех прихожанах, которые сегодня стоят во время Божественной ритургии, которых нет, потому что Церковь молится о всяком городе, о всякой стране. То есть о всех людях, чтобы их тоже не посетил бы гнев Божий и нужды, чтобы не было никакой нужды у человека. Чтобы человек, вот знаете, вот преподобный Сирах в Священном Писании Ветхого Завета, он молится так. «Господи, не прошу у Тебя богатства, ибо богатство надмевает, не прошу у Тебя, Господи, бедности, ибо бедность приводит к унынию, а прошу у Тебя, Господи, благополучие». Вот это и есть, от всяких скорбей, гнева и нужды. Вот оно, благополучие. И поэтому Церковь молится об этом не только за всех прихожан, но и за всех людей, живущих в этом мире. И дальше идет прошение «Заступи, потому что только Ты, Господи, можешь заступиться». Больше никто. Господь Иисус Христос говорит «Без Меня не можете творить и не тесоже». Кому же возможно спастись? Господь отвечает «Человекам это невозможно, но Богу все возможно». Без помощи Божьей, без его защиты. Нас бы преподобный Серафим Саровский говорит, когда Николай Александрович Матавилов спрашивает «А есть ли бесы?» И преподобный отвечает «Чему же это вас учили в университетах?» Бесы есть, они гнусны. И если бы не Господь, не Его воля, не Его удержание этих бесов, то каждый из них имеет такую силу, что мог бы своим коготком перевернуть в шар земной. Можете себе представить? Господь не дает этого. Господь защищает от этого. Господь заступается за нас. И если бы Господь отступил от нас, то мы бы стали пленниками, мучениками бы демонов, бесов, всяческой злой духовной силы, которая так и ждет, подстерегает нас, чтобы нас не только стереть, не только погубить душу, но чтобы стереть просто в порошок, чтобы нас не было даже физически на этой земле, потому что мы, люди, являемся самым возлюбленным, самым любимым творением Бога. Господь только промышляет о нас. Да, и о всем мире промышляет, но главное промышляет о нас и желает главное – нашего с вами спасения, нашего с вами благополучия, нашего с вами соучастия в Царстве Божьем. А лучше сказать – соцарствования в Царстве Божьем. Поэтому мы бросим – заступи, Господи. Спаси, потому что только Ты можешь спасти. Помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Потому что все то прошение, которое перечисляется – заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью – это все совершается только благодатью Божьей, при помощи благодати Божьей. Если бы ее не было, то мы бы с вами горевали бы, находились бы в отчаянии и в разных настроениях жизни. Спасибо, отец Владимир. Какую ектинью мы будем разбирать в следующий раз? Давайте телезрителям назовем. Да, мы… Они подумают, прочитают повнимательнее, да? Вот есть последнее прошение в этой ектине – мирной. Потом молитва, которую произносит священник во время этой ектине – очень важная молитва – и возглас, произносящийся священнослужителям, возглавляющим служение этой мирной ектине. Почти, давайте прочитаем последнее прошение. Просто прочитаем для телезрителя. «Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим». Об этом мы будем говорить в нашей следующей передаче. Да. Спасибо вам большое, Десна. Храни вас всех, Господь. Спасибо. Благодарю всех, кто смотрел сегодня нашу программу. Я, Любовь Акельна, с вами прощаюсь и жду вас, как всегда, в программе «Таинство Церкви». Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова